уникальная кнопка для adobe news перезвонить здравствуйте меня зовут федор васильев и в этом уроке мы с вами сделаем уникальную кнопку хотите мы вам перезвоним где подойдет эта кнопка эта кнопка хорошо подойдет для сайтов лендингов которые что-то продает какие-то услуги и так далее вот сейчас я нахожусь на своем лендинге если я прокручу страницу вниз у меня здесь есть эта кнопочка так вот она у меня красная вот вы можете видеть пульсирующего такая кнопочка просто здесь у меня еще наложен у нее параллакс эффект она у меня выскакивает сверху вот таким вот образом если я на нее наведу выскакивает сообщение хотите мы вам перезвоним и в данном примере если я кликаю меня перебрасывает на отдельную созданную страницу лендинг пейдж adobe news где я предлагаю заполнить бриф я еще покажу другой пример как сделать как повесить якорь чтобы он не на новую страницу отправлял а просто прокручивал страницу вниз вот пример еще один я повторил свою кнопку еще раз здесь получилось немножко лучше сейчас идет предпросмотр с программа адоб news и здесь в принципе то же самое только при нажатии на вот этот текст хотите мы вам перезвоним у нас прокручивается страница до нужного момента да давайте приступим к созданию данной кнопки эту кнопку я сделал в программе engine animate открываем программу и так открыли программу у меня примерно можно сделать у меня stage 688 на 200 и сразу в начале урока я хочу сказать я буду опускать мелкие подробности во время создания данной кнопки какие-то детали технические моменты самой программы engine animate это для новичков нет смысла просто мне повторяться если вы с нуля пришли и вам непонятно что я делаю то вот ссылка перед вами я уже создал серию уроков с нуля как пользоваться данной программы вот и давайте начнем также под этим видео я приложу исходник данной кнопки если у вас что-то не получится вы сможете его открыть через свою программу и посмотреть как у меня это устроено так и у меня я использую две такие вот картиночки значит у нас красная кнопка должна быть сверху сейчас у нас зеленая сверху перетаскиваем и каждую кнопочку мы заключаем символ первых значит конверту символ окей вторую окей так мы заходим в первую вот эту красную кнопку заходим внутрь символа и у нас сначала идет пульсация кнопки да где-то немножко я отступил беру просто ellipse делаю круг меньшего размера чем кнопка делаю ее красного цвета делаю ей дубликат 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 ниже можно сделать так у дубликата мы выключаем цвет и включаем рамку здесь рамка красная solid там сколько-нибудь пикселей так примерно выставляем так по центру как сама картиночка у нас должна быть выше втеляем оба эллипса включаем пин двигаем ползунок и в трансфор ставим 150 здесь уже смотрим произвольно как вы считаете лучше они сейчас у нас одинаково выезжают так берем наш эллипс выделяем ставим также анимацию пин и двигаем прозрачность уменьшая ее на ноль и также выделяем второй эллипс также с включенным пином также ползуночек здесь у меня получилось надо перевернуть анимацию так у нас тут получается что они одновременно идут поэтому мы так опасите я пока уберу вот это у нас нижняя то рамка да здесь пускай она выезжает чуть раньше и у нас опасите пускай будет вот отсюда вот таким вот образом да и здесь мы еще делаем не 150 давайте а 140 на конце анимации делаем немножко меньше чем у нашего ободка так ставим триггер playback play сделаем зацикленную анимацию и так вот у нас что-то пульсирует здесь вы сможете произвольно как вам больше нравится как лучше играетесь там с настройками я в принципе оставлю так я вам просто показываю как это делал я выходим из символа и нам нужно теперь при наведении чтоб красная кнопка отключалась а зеленая прокручивалась и так на символе 1 кликаем open action при наведении у нас маус ово и ставим драйм хайт хайт стэйдж и символ 1 вот так вот оставляем сейчас на время отключим глазиком красную кнопку мы пока с ней работать не будем и теперь поработаем зеленой кнопочкой заходим внутрь символа вначале в самом ставим стоп чуть отступаем нам нужно сначала ее повернуть берем трансформ берем анимацию крутим насколько вы считаете нужным отпускаем так это у нас слишком медленно мы немножечко сделаем вот так и поставим стоп в конце тоже выходим из символа теперь создаем берем вот этот инструмент давайте отключим анимацию выделим оба символа и кнопочку немножко вот сюда опять берем инструмент и рисуем такую штуку можем отключить рамку выбрать любой произвольный цвет и сразу это дело в символ 3 и его в самый низ заходим туда берем текст в такую же ширину нашего блока делаем текст и пишем текст который вы хотите видеть на этой кнопке так написали текст в параметрах текста увеличьте буковки как вы считаете что нормально смотрится размер я ставлю так подвигаю немножко расположение если вы хотите анимацию одну накладывать и на текст и на этот блок то это дело надо группировать чтобы эффекты накладывать сразу на группу до в самом начале также стоп выходим из символа так у нас есть тут четкая последовательность до сначала кнопку у нас поворачивается и потом должен вылететь этот блок идем во второй символ у нас заканчивается здесь анимация копируем это время или запоминаем идем в третью кнопку и вставляем здесь время enter берем трансформ для нашу группу вот маркер в середине двигаем в конец оттуда откуда мы хотим чтобы началось движение нашего этого объекта до анимацию вся что была отключена сдвигаем куда-нибудь сюда теперь включим так берем сразу какой-нибудь эффект и потом вытягиваем так так он у нас другую сторону проигрался вот таким вот образом вот у нас выезжает можно сделать чтобы она помедленнее выезжала и в конце также ставим стоп так выходим из символа мы наложили везде с вами анимацию теперь давайте наложим события на вторую кнопку вот на зеленую зайдем нее и проставим наши метки где откуда мы хотим чтобы стартовал анимации до ставим начал анимации поворот то есть кнопочки ставим лейбл 1 заходим в третью также кстати в начале группе можно поставить of а в начале анимации он здесь поставим лейбл 2 и так идем open action второй кнопки и маус ово при наведении здесь вы решаете сами хотите по клику делайте по клику как playback play stage символ 2 играть со второго с первого с первого лейбла и ниже ставим playback play играть третий символ со второго лейбла закрываем и контур enter посмотрим что в браузере и так смотрим я навожу мышь у нас прокручивается кнопочка вылазит блок и ничего больше не происходит а теперь мы наложим события после того как когда мы убираем до кнопку мыши заходим в кнопку в зеленую вот эту на символ 2 и напротив наш триггер стоп ставим лейбл очередной 3 например выходим заходим open action этой кнопки берем новое событие mouse out когда мышка покидает объект и стоп стэйч кнопка 2 на нашу тройку да и теперь просмотре смотрим что когда мышку я увожу нету дерганий мы сказали когда мышь мышка покидает объект стоп на четвертом лейбле да и сразу же можем всем трем кнопкам поставить пальчик так и то же самое делаем для 3 в конце где стоп мы ставим какой-нибудь лейбл теперь открываем open action символ 3 также mouse over при наведении playback стоп символ 3 там мы поставили 5 контур энтер и посмотрим итак смотрим но сейчас мы с вами не увидим каких-то глюков потому что по задумке если сделать когда мы мыши убираем с объекта да должно все закрываться но и мы сейчас делаем необходимые действия которые нужны чтобы кнопка нормально смотрелась как в демо как я вам показал так теперь давайте наложим события на 3 символ когда мы мышку убираем выбираем mouse out и играть обратно это реверс до playback play реверс стэйч так player реверс стэйч и символ 3 так оставляем вот так теперь идем давайте символ 2 подвинем немножко стоп и подвинем лейбл чтобы он был напротив также да просто звену с места отступим где-нибудь поставим новый лейбл какой-нибудь выходим из символа мы просто для 3 символа mouse out также берем play реверс только для символа 2 он же должен тоже проиграть обратно и здесь мы ставим тот лейбл который взяли и будем двигать наш лейбл чтобы смотреть как лучше будет отображаться давайте counter enter итак смотрим вашу мышь влазит наш текст наводим сюда и например мы убираем мышь ведь играет обратно и а зеленая кнопочка обратно обратите внимание прокрутилась чуть раньше значит это исправляется так мы поставили лейбл 7 то есть play реверс он отсюда начинает играть обратно и если проиграла рано значит мы двигаем еще чуть дальше так давайте двигаем чуть дальше и сейчас происходит нормально смотрите все вовремя так навели убрали мышь уехала и кнопочка повернулась так теперь нам нужно чтобы обратно включалась красная кнопка начинал пульсацию да и так выходим из символа как вы помните первой кнопки мы поставили хайд заходим в нее вот у нас тут пульсирует пульсирует все это дело ставим чуть дальше где-нибудь какой-нибудь еще один лейбл и еще чуть дальше примерно здесь мы ставим шоу почему вот так здесь нужно как бы выиграть время чтобы все последовательно вовремя начиналось сейчас вы увидите сами если мы поставим сразу напротив восьмерки например вот этот триггер шоу он автоматически включится здесь нужно время при том когда мышку мы отводим у нас play реверс проиграл значит блок потом проиграла кнопка зеленый назад и включается красная как раз до этого дойдет ползунок а потом анимация начнет сначала и у нас тут стоит триггер за цикленность да она будет играть вот здесь вот бесконечно пока нет никаких событий то есть пока мышь не производит каких действий с этим объектом да так мы поставили лейбл 8 выходим и значит когда мы мышку убираем это с этого блока да то есть это делается для того чтобы человек например навел посмотрел кликнуть не захотел убрал мышь и тут чтобы у нас она так не висела у нас все красиво убралась соответственно если он кликнет на этот объект то произойдут действия то есть вы были повесить сюда либо ссылку либо якорь да идем символ 3 open action так и здесь mouse out так playback play stage символ 1 и у нас там лейбл 8 давайте посмотрим браузере и у нас только один раз пропульсировала и остановилась это нам нужно в первом символе там где мы хотим здесь зациклить открываем триггер и скобочках поставить 0 тогда будет зацикленность работать так и если в такой конструкции не получается меня сейчас если я просмотрю у меня пульсация идет навожу потом убираю мышь все срабатывает но пульсация это красный не возвращается таком случае в самом конце вот это же у нас триггер шоу мы просто ставим еще один триггер playback play и просто говорим играть с нуля и когда анимация идет на восьмерке играет мы сказали играть с восьмерки да идет 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 потом шоу а потом play и на 0 до и и контур энтер смотрим все пульсирует все нормально навожу так отвожу и у нас все с вами получилось теперь что касается ссылки выходим из символа значит на символ 3 вот сюда если вы вешаете ссылку значит у вас должна быть заготовленная страничка в мюсе просто уже копируете и оттуда да и значит символе убираем событие если по клику то клик и здесь вот есть а линкс выбирайте где открыть в том же окне или в новом и просто вставляете ссылку да ну как моем на моем лендинге у меня ведет на ссылку то есть ведет на страницу как я показывал в начале и теперь как сделать якорь идем в мьюз вам нужно здесь просто определить куда нужно перемотать страницу да я просто кинул сюда свою обложку и берем просто направляющую и когда эти ну видно да по игреку сколько пикселей а вот выбираете куда прокручивать и я ставлю например тысячу и так выделяем символ 3 и нам нужен специальный кусочек кода open action так клик у меня уже выбран и я вставляю просто вот такой вот кусочек кода вот он говорит скрол топ то есть скролировать страницу и на какую величину вот здесь вы задаете пиксели столько то есть куда вам нужно прокрутить если кусочек этот кода чтобы от руки не писать просто в мой проект откройте да и возьмете отсюда эту строчку кода и вот у меня уже стоит 1000 в принципе все сохраняете проект публикацию делайте для news быстренько пробегусь вот у меня файл news я и просто перетаскиваю предварительный просмотр в браузере и вот смотрим вот у нас пульсирует кнопочка навожу так например кликать не захотел отвожу все в мюзе работает сейчас будет пульсировать вот так опять навожу и например я кликаю вот видите прокрутил страница за счет этого кусочку кода итак наша кнопочка готова я вас поздравляю итак поклонники программы адоб muse теперь вы понимаете ценность программы engine они мы теперь вы наглядно видите да какие вещи можно сделать и что все виджеты просто преклоняются перед этой программой перед этими эффектами здесь можно просто программировать анимацию да то есть на сегодняшний день пока ни один виджет а их уже в интернете просто навалом ни один виджет да не может похвастаться вот такими вот вещами да ничего подобного сделать не могут соответственно вы уже этой кнопки можете потом также наложить параллакс уже через адопт мюз и так если я вас заинтересовал если вам стало интересно узнать познакомиться поближе с программой engine animate узнать больше фишек больше полезной информации и уметь делать крутые крутые вещи для ваших лендингов то я вас приглашаю на свою страницу у меня есть пошаговый курс по engine animate сейчас вы видите этот адрес на экранах а я желаю вам удачи и до новых встреч